Президент США Джо Байден не исключает введение персональных санкций против Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Польша приступила к строительству стены на границе с Белоруссией. Финансируемые из бюджета заграждения протяженностью 186 километров будет готовы в июне. В Москве приостановлена плановая госпитализация детей на фоне резкого роста поступления в стационары несовершеннолетних с ковидом. В Португалии в канун воскресных парламентских выборов стартовала кампания «От двери к двери». Активисты муниципалитета разносят бюллетени избирателям с ковидом. Президент США Джо Байден заявил, что готов рассмотреть вопрос обведения персональных санкций против Владимира Путина, если Россия вторгнется на Украину. Он также отметил, что сроки передислокации контингента в Восточную Европу будут зависеть от действий Москвы. Это будет иметь огромные последствия для всего мира. Если они двинутся туда со своими силами, это станет крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны. Накануне США и НАТО озвучили планы по укреплению военного присутствия в Восточной Европе. Правда, как показывают опросы, лишь четверть американцев доверяют Байдену в вопросе эффективного управления подобными кампаниями. Основная критика идет из стана республиканцев. Развернуть дополнительные войска НАТО, включая некоторые наши собственные, в Польше, Румынии и Прибалтике, нужно сейчас, а не после вторжения. О последствиях агрессии Вашингтон в очередной раз предупреждает не только Москву, но и Минск. США призвали Беларусь не содействовать России в организации вторжения на Украину. Польша приступила к строительству стены на границе с Белоруссией, чтобы положить конец незаконному проникновению на ее территорию. Как сообщила погранохрана в Твиттере, площади под строительство пятиметрового заграждения переданы исполнителям. Работы будут вестись одновременно на четырех участках. Общая протяженность польско-белорусской границы – 418 километров. Основная часть проходит по реке Буг. Стоимость проекта – более полутора миллиардов злотых, то есть 400 миллионов евро. 186-километровое заграждение должно быть готово в июне. По окончании строительства стену оснастят современными средствами наблюдения. В настоящее время нелегально пересечь польско-белорусскую границу пытаются небольшими группами – от нескольких до примерно 30 человек. В октябре прошлого года такие группы насчитывали несколько сотен нелегалов. Ситуация на границе Беларуси, Латвии, Литвы и Польши обострилась 8 ноября прошлого года. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны и попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение. В ушедшем году погранохрана Польши насчитала до 40 тысяч таких попыток. В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей из-за резкого роста поступления в стационары несовершеннолетних с ковидом. По данным столичного департамента здравоохранения, за две недели заболеваемость среди самых юных выросла в 14 раз, а число суточных госпитализаций – в 10. Ограничения не коснутся экстренной помощи и лечения детей с онкологическими заболеваниями. Москва таким образом пополняет список мировых мегаполисов, где фиксируют вспышку осложненного течения коронавируса у детей с распространением штамма «Омикрон». Глава центра имени Гамалея Академик Гинзбург призвал в течение полугода вакцинировать 10 миллионов российских подростков. Что касается детей младшего возраста, то для них, как ожидается, вакцина будет готова уже весной. В Португалии власти делают все возможное, чтобы добиться высокой явки на воскресных парламентских выборах. Эти работники муниципалитета Лиссавона переодеваются в защитные костюмы, чтобы посетить зараженных коронавирусом избирателей. Сегодня мы начинаем доставлять бюллетени тем, кто подписался на обслуживание на дому. Это 30 человек, находящиеся на изоляции, и 621 человек из домов престарелых. Для обхода граждан у нас работают 15 бригад, в каждой по два специалиста. Компания от порога к порогу проводится в полном защитном снаряжении. Работники муниципалитета лично доставляют бюллетени на дом и забирают, когда избиратель проголосовал. На последних до пандемии выборах в Португалии два года назад явка составила менее 49%. Сегодня политики делают все, чтобы повысить показатель. В том числе и за счет тех, кто борется с коронавирусом. В день голосования в стране выделят время для допуска на участки избирателей с ковидом. Сальвадору рекомендовано лишить биткоин статуса официального платежного средства. С таким предложением обратился к властям страны Международный валютный фонд после изучения экономической ситуации в этом латиноамериканском государстве. В МВФ сочли, что криптовалюта несет в себе большие риски для финансовой стабильности, отметив, что из-за этого не готовы предоставить Сальвадору запрашиваемый кредит. Сальвадор остается первой и единственной страной в мире, где биткоин наряду с долларом США имеет статус официальной валюты. Он поступил в обращение в сентябре прошлого года, а вскоре власти сообщили о планах возведения Биткоин-Сити, пообещав профинансировать стройку за счет биткоиновых облигаций на общую сумму в миллиард долларов. Инициатива, которую не одобряет МВФ, как не одобряет абстрактную криптовалюту и немалая часть населения страны. Мне эти биткоины не нравятся, я с ними так и не свыклась. Когда меня спрашивают, сколько я зарабатываю, я люблю достать пачку банкнот и сказать, вот, смотрите, сколько. Эксперты МВФ признали, что при всех сопутствующих рисках цифровые средства оплаты и электронный кошелек содействуют финансовой инклюзивности сальвадорского общества, треть которого еще полгода назад не пользовалась интернетом. Автомобилю теперь разрешено летать над Братиславой. Словацкая компания Клиайн Вижн получила первый европейский сертификат авиационной безопасности для своего гибрида машины и самолета. Двухместный прототип под названием Aircar осуществил уже более 200 взлетов и посадок, а общий налет превышает 75 часов. Я часто летаю по Европе и хотел бы иметь летающий автомобиль, потому что тогда, после посадки в аэропорту, мне не надо было бы ловить такси, пробиваться через перегруженные терминалы, ждать лимузин и так далее. Пока максимальная дальность полета Aircar 500 километров. Разработчики надеются, что этот гибрид может стать альтернативой вертолетам аэротакси. Хотя, как я полагаю, машины именно с вертикальным взлетом и посадкой станут частью транспортных систем и инфраструктуры, летающие автомобили более энергоэффективны. Теперь Client Vision работает над следующим прототипом летающего автомобиля, который мог бы преодолевать до 1000 километров на скорости до 300 километров в час. Когда и он получит сертификат авиационной безопасности, компания планирует начать серийное производство. Элтон Джон перенес запланированные концерты в США из-за ковида. Британский певец, который трижды прививался, переносит болезнь в легкой форме и надеется уже через неделю встретиться со своими поклонниками. Элтону Джона 74 года. Он проводит прощальное мировое турне «Фэуэлл Йеллоу Брик Роуд», в котором значатся почти 300 концертов. Доски-футболист Кристиан Эриксон возобновил тренировки спустя 7 месяцев после остановки сердца на чемпионате Европы. 29-летний полузащитник восстанавливает спортивную форму в резервной команде Аякса. Эриксон пережил сердечный приступ, который случился во время группового матча Евро-2020. Футболиста реанимировали на поле. Впоследствии ему поставили кардиостимулятор. Венгерское озеро Балатон замерзло. Когда ветер стих, вода покрылась коркой льда толщиной от 4 сантиметров. Метеорологи не исключают, что в ближайшие недели при сохранении морозов лед окрепнет, и по Балатону можно будет ходить или даже кататься на коньках. В последний раз крупнейшее озеро Центральной Европы замерзало 5 лет назад. Тогда его действительно можно было пересечь пешком. Эксперты отмечают, что с изменением климата шансов увидеть толстый лед на Балатоне с каждым годом становится все меньше. Я помню, что зимой 1984-1985 года, например, мы намерили 42 сантиметра льда. Для сравнения, в январе 2017-го был самый толстый лед за последнее время, и его толщина составляла всего 22 сантиметра. По Балатону тогда можно было безопасно ходить. Если верить прогнозам, морозная погода в Венгрии продержится еще больше недели, а в некоторых районах температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов Цельсия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...